Да, а по поводу этого опыта, по поводу этого опыта. Любой опыт, случившийся и увиденный как опыт, случившийся с кем-то, с Буддой, например, должен быть отброшен. Он должен быть отброшен, понимаешь, потому что это спецэффект ума, спецэффект ума, потому что все, что видится и даже не видится, есть ум, есть проекция ума, понимаешь. Поэтому он этим манипулирует опытами, вот тот самый думающий ум, который как воспаление должен исцелиться, исчезнуть. Он, пока он не исцелился, он манипулирует сознанием, то есть он держит его во сне сознание, показывая тебе всевозможные спецэффекты, картинки какие-то, которые ты принимаешь за реализацию, понимаешь. Одна девушка сказала, ко мне приходило божество. Ее спросилась, ну и что? Она говорит, ну как, ну и что, я теперь пойду проповедовать. Я говорю, а где она сейчас? Понимаешь? Ее ум нарисовал эту историю. Возникло видение какое-то. Возникло видение, которое и уведет ее теперь, уводит ее теперь, понимаешь, вглубь сна. То есть она не пробудилась вовсе, она решила, что она пробудилась. Решила. То есть личность решила, что она пробудилась. И многие так, все эти спецэффекты принимают за пробуждение. Некоторые говорят, вот я же видела там ангелов или еще кого-то. И вообще всяких сущностей тонких там, еще чего-то, понимаешь. А что она видела-то на самом деле? Свой ум, понимаешь. И не более того. Мультик, понимаешь, мультик опять очередной. Который ее вводит в заблуждение, понимаешь. А ум таким образом вводит в заблуждение, манипулируя ей и сознанием ее. И говорит ей, что ну как же так, смотри, никто не видит, а ты видишь. О, какая ты крутая, понимаешь. И все. И опять Эльга выросла, накачала банки и начинает рассказывать всем, что она видела ангелов, она видела демонов, она там еще кого-то видела, понимаешь. Божество видела. А то, что божество, это не форма. Подлинное божество. Бесформенно. Божество. Ей не томяк. Понимаешь. Вот так происходят духовные заблуждения. И занимаясь практиками, и пережив какой-то опыт, понимаешь, многие решают, что они уже реализовались, понимаешь. Но это не конец, это только начало. Нет реализации в этом еще, потому что есть кто-то, кто видит эти спецэффекты. Кто словно стремится к чему-то, понимаешь, к какому-то пробуждению, просветлению, практикует вот это все. И еще глубже, глубже, глубже погружаются в сон через это. Потому что нервикальпа должна быть устойчивой. Вот что такое реализация. То есть, когда прекращаются все спецэффекты. Когда ум предстает таким, какой он есть на самом деле. Понимаешь? И все. И тогда встретил Будду, убей Будду. Убей Будду. Все. Все. Только тогда, высшей милостью, явится подлинная реализация. Поэтому опыты, которые переживаются, и которые называются вот такие духовные, глубокие, как будто бы опыты, понимаешь, это всего лишь спецэффект. Спецэффекты. Спецэффекты. Подскажите, вот скажите, вот во снах, ну, когда человек спит, тоже спецэффекты приходят? Тоже слепки, кармические слепки происходят. То есть нету явных снов, у тех, которые, ну, я имею ввиду вещьих снов. Вот. Вот. Или это тоже спецэффекты? Конечно. Это все спецэффекты. Если вы ведетесь на это, то начинаете рассматривать это и залипать в этом, понимаешь? И как бы словно пробуксовывать, останавливаться, то есть нет движения дальше. А очищенный ум, то есть подлинно реализованный мастер, не видит никаких снов никогда и вообще не засыпает сознанием. То есть то, что называется или может выглядеть как сон, да? Есть нервы кальпасамадхи просто, где нет ничего и не возникает никаких видений, потому что ниоткуда возникнуть. Да? Да. И вот как раз до того, как ехать к вам, вот, я просто закрыл глаза, где-то на час уснул. Угу. И снится мне сон. Неизвестная мне женщина забивает ржавый гвоздь в пол и говорит, я вызову сейчас демона. И что? Ну и что? Я рукой закрываю этот гвоздь, он мне хотел по руке ударить. Вот такой вот сон. Ну а я проснулся сразу. Угу. Естественно. Замечательно. Вот мне интересно тоже. Осознайте то, о чем говорится. Осознайте то, о чем говорится. Не дружите с незвестными женщинами. Так я вот тоже думал, на кого она похожа. Я ее не узнал. Зачем тебе об этом думать? Скажи, пожалуйста, вот зачем тебе об этом думать? Что тебе это дает? Ну что это дает тебе? Кроме думания ничего. Согласен. Спасибо. Спасибо.